Как часто вы встречаете общественный транспорт с работающими кондиционерами? Из 10 и 1. Очень редко. Не часто. Рязанцы говорят, что в автобусах и троллейбусах города редко можно встретить работающий кондиционер. Из-за этого в сети появились жалобы на жару в транспорте. По словам жителей, есть даже случаи тепловых ударов и обмороков. О количестве машин и причинах неисправности рассказал директор МУПРТ города Рязани. На сегодняшний день кондиционеры не работают в четырех автобусах и трех троллейбусах. Причиной этого является выявление заводского брака в виде перетирания трубок систем кондиционирования. Также по электрическим проблемам, то есть перепрошивка требуется. Все проблемы устраняются максимально быстро, взаимодействуем и с заводным изготовителем, и с их партнерами. Работы по устранению неисправностей кондиционеров в транспорте проводят ночью, чтобы не снимать машины с маршрута днем. По мере возможностей поломки устраняют силами ОРТ. Сейчас в штате управления появился сотрудник по ремонту системы кондиционирования. Но бывают моменты, когда необходимо подождать специалиста от завода-изготовителя. Или же нужен заказ запасных частей. Тогда сроки починки увеличиваются. В среднем за ночь успевают отремонтировать четыре автобуса. С троллейбусами история немного другая. По троллейбусам там немного сложнее. Необходима замена электрической платы управления кондиционером. То есть платы изготавливаются в течение 45 дней по регламенту. Но стараемся также ускорить этот процесс и ждем в ближайшее время поступления этих плат, установки их и устранения этих неполадок. Как отметил Андрей Суханов, водители обязаны включать систему кондиционирования, если она есть, когда температура превышает норму. Но есть, как говорится, один нюанс. Противники кондиционеров среди пассажиров. Они боятся простыть и поэтому просят выключить кондиционер. Не все могут решить сотрудники ОРТ. Но то, что в их власти говорят, решают по мере технической возможности. Анастасия Арт, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».